Всех с днём рождения! На КамАЗе патч не закончился, поэтому следующий колёсник это немецкая 222-я KFC машина. Ездит довольно шустро, скорострельная автопушка, да и стоит совсем мало очков... стоп. Вообще ездит она и правда очень хорошо и даже поворачивает, что для колёсников тундры редкость. Пушка тут типа как на пздаке, только с возможностью быстро привести её к противнику, и даже стаб какой-никакой есть, что суперимбова на этих рангах, вспомните Амеров. Лента на выбор целых 4, самая хорошая, естественно, последняя. Вроде пробития не намного больше, но это чувствуется. Потому что вот к Китаю ввели точно такую же, только без стоп-ленты и с низкой скорострельностью. Да, там в ленте 20 снарядов и БР-1.3, но мне понравилось меньше, не знаю. Если это огнетушители, то почему они спереди? Если это нитроболоны, то почему они спереди? Брони нет совсем, но общая комфортность тут такова, что, ну, уворачивайтесь от танков. Хорошо хоть тут не сидит Рэмбо, высунувший половину головы, как на 221-м. В качестве зенитки тоже сойдёт, но лента тут всего по 10 снарядов, поэтому прям зажимать не получится. Кстати, та же тема с танками, следите за лентой, чтобы в неудобный момент не уйти на перезарядку, а она тут 6 секунд. Именно поэтому я отстреливаю остатки в воздух после фрага. 18 плюс хоррор контент тут тоже есть, я, конечно, всё понимаю за руль, после рычагов тяжело пересесть, но блин. Короче, классная получилась полевая грильница, геймплей чисто расслабится, поделать фраги и отбить у пары новичков желание играть в War Thunder. Качать всем, потому что оно дёшево и сердито.